Военное образование становится все популярнее. Около тысячи абитуриентов высказали желание попасть в высшее военно-морское училище имени Нахимова. Вступительные испытания далеко не простые. Пробежать кросс под палящим крымским солнцем может не каждый. И это только первая дисциплина. Пару минут, чтобы передохнуть и на турник. Тут каждый второй не проходит испытания. Позже сильнейшие отправляют создавать плавание. В этом году приехали из 53 регионов. Самая популярная специальность – береговые ракетно-артиллерийские войска. Шесть человек на место и это абсолютный рекорд. Конкурсный отбор. Особенность конкурсного отбора. У нас много поступает ребят с Крыма, Севастополя. Заключается в том, что они сдают внутренние вступительные испытания. Проходят. Для них это дополнительная нагрузка. А все остальные ребята по результатам ЕГЭ. Безусловно, профессионально-психологический отбор, медицинская комиссия и, безусловно, физическая подготовка. В этом году бьют рекорды и абитуриенты, которые решились поступить после и в ходе военной службы. 20% желающих – именно военнослужащие. Стать выдающимся офицером хочет и Родион Иванченко. Приехал из Калининграда. Прошел срочную службу. Уверен, полученные навыки помогут при поступлении. С детства мечта была. У меня родители еще военные. Дедушка, прадед. Прадед воевал. Ну вот, решил по стопам пойти. Родственников, так сказать. Выбрал факультет, брав, так как больше предпочитаю сушу. Мне нравится этот факультет и хочу стать офицером одним из них. За последние три года жизнь училища возродилась. Гордо носить погоны смогут только лучшие. Уже через две недели появятся списки поступивших. Мэри Бадун, служба новостей и ТВ, Севастополь.